Ну что ж, дамы и господа, всем приветствуем, как обычно, Дмитриев, продолжаем играть за Фином в World Counter-4 в Конквест 1939 года. Сейчас веселый 1939 год, познаменуется бомбардировками Лондона, и всякой близлежащей Лабуды тоже, как Манчестер обороняется. С товарищем Гаудингом мы еще пободаемся тут. Так, конечно же, продолжаем тут обстрел. Ну, скоро наконец-то будет пробита брешь, так скажем, в Лондоне, и мы после этого начнем там выстку эпично устраивать. Так, в Сталинград немножко, в Сталинград и юнитах немножко на юг, в Сталинграде есть аэродром, кстати говоря, сейчас можно будет его проверить, как у него дальность. Да не очень, если честно, у него дальность. Так. Топаем в Истану, и давай дядьку Маннергейма. Сюда. Эпичные батлы с Новосибом. Так, и Гудерианом еще надо бы сюда заехать. Это теперь финская точка. Тут монголы какие-то еще гуляют поблизости. Ну, в принципе, на них пофиг. Так, деньги я, наверное, сэкономлю. Или не сэкономлю, вот куплю здесь что-нибудь. А можно порт погридить? Нет, порт погридить, видимо, нельзя. Никаких условий, инфраструктура, строительства нет доступных. Давай тогда я двойной крейсер возьму. Еще один. Ай, ищу. Ищу. Меняем код. Так, вот, доехали, да? Тут у нас еще дальнобойка, кстати, была. Можно было и походить. Новосибирск путь сюда полностью уже разблокирован. Там, видите, как Гудериан. Хотя, подожди, давай, наверное, Гудериана мы уже отсюда сплавим куда-нибудь в другое место. Тут можно будет просто купить кого-нибудь и поставить, зарешивать противников. Тут куда-нибудь к дихуа сгоняю. И манер геймом. Просто здорово тут все угловой сделать. Возможно, венгры или кто-то такой захватит город. В конечном счете. Так. О, наконец-то при Зинхауэру наваляли. Я думал, это никогда не случится. Так. Значит. Порт отжимаю. Даудинга практически шлепнули. Тут новый танк уродился. Но так или иначе, со здоровьем города мы почти разобрались. Это значит, что скоро хочет или нет он, но падет. Городочек. Здесь я беру крейсер дополнительный. И сюда подплываю. Подводными лодками торпедную атаку. И пока, в принципе, все. По ходам. Наверное. Можно еще здесь что-нибудь придумать. Типа файтером атаковать. А, максимально файтером тут атакуем. Чтобы в следующем ходу уже без проблем городок занять. У меня и уход. Дипломатия пока особо пользы приносить не будет. Вот спрашивали, почему я и не пользуюсь. Потому что доходы, в принципе, ровненькие у всех. Если бы мы были бы в полной заднице, конечно, и имели бы самый большой доход среди всех, то, конечно, тут бы, может быть, и был бы какой-то в этом смысл. Опа! Вот это вообще подарок. Судьбы тут уготовили нам. Так. Давай шлепай. Таким вот образом. 18 хп. Так, сколько у тебя в итоге? 45 в итоге хп тут. Ну-ка, стратегиком, если зарядим. Сколько? 37. И... Ай. Тут канадцы плавают. Давай... Давай бомбером простым. Простым бомбером не достаем, что ли? Вот это тупо. Давай стратегиком еще раз зарядим. Так. И полетели. Лондон захватывать. Лондон захватили. Теперь можно сюда шмякнуть. Вот сюда шмякнуть. 20 хп дамаги. Вот сюда шмякнуть. Этих чудиков прессануть. Танкиста настрелять. И сколько тут еще хелок? 53 хелки. Так. Ну... Наверное пока все-таки все. Если нас отсюда выбьет этот танк... 169 хп. Ну в принципе он не жестко будет мочить. Так что нормально. Я думаю тут мы разберемся. Попрессуем монголов. Двигаем дихуа отстреливать потихонечку. Так. Тут румыны я думаю сами уже разберутся. Дрянище. Поезжай давай в сторону США. Надо уже там что-то придумывать. иначе у них будут такие деньги что гребем мы с вами всеми. Так. Ну все. Сейчас еще ребята которых на юга я стягивал походят. Длиннобойка и там еще ребята пацаны вообще котята. Все. Денежку пока сэкономим. Меняю ход. Так. Ну Лондон вынесли. Но так или иначе ничего дофига жуткого. Больше они сделать не смогли. Давай сюда хэви-танк который сдачи надает всем. Так. И давай обстреливать Манчестер и всякие разные и прочее. Надо бы еще артиллерии этой навалять. Так. Господа канадцы. Они уже все дохленькие совсем. Давай сюда на всякий пожарный поставим кого-нибудь не совсем ни о чем. И поехали дальше. Ты прикинь они не захватили город. Ну ладно. В таком случае его захватим мы. обстрел я думаю города в Центральной Азии средств особо не нужно тратить на это. Тут сейчас надо заехать загасить один городок на Дальнем Востоке и потом на Аляску. Там наверное генералов мы еще дополнительно посадим для скорости. Так. И все. Вроде бы тут. Что тут еще можно сделать? так 38 хп дамаги и пока все. В принципе А подожди. Хотя нечего пока ждать. Ладно все меняю пока Монголы вылетели в трубу. Что нам с вами дальше теперь выдумывать? Я хоть бы звук вырубил а мне все равно все пилика это пилика. так это интересно конечно и бомбардировочки так отлично и давай кораблями еще выдарим тут разочек сколько осталось 36 хп а мы сняли 58 скидываем десант отлично да давайте сюда подплывай мочи подводные лодки лодки накостыляли манчестер сложная ситуация быть с манчестером чувствую куча пво настроена пока вступая лучше денежки наверное просто подэкономить из а хотя вот из этого порта можно начать бешеное производство крейсеров с юстом у нас проблемы тут фонбок совсем дохленький давай-ка с помощью паратрупера поближе одну дивизию стену хотя бы надеть куманер гейма сюда тоже будет не лишним кинуть куча народу пошла на дамаск так и давай что еще гудериан поехал великим делом заниматься нет значит поедет вот так такие дела ну все из новосибирска можно еще поближе спуститься 109 денежек ну тут уже все там дальнобык вряд ли куда успеет вот этих господ товарищей можно на подмогу испанцам кинуть и все меняю уход бриташка сейчас снимет монкунянцев наших да нет не снимает все нормально справляемся и так окей глазга можно обстреливать ему разочек еще надо будет вдарить это по-любому все победа у нас в кармане расстрел очередного города ну с Британией легко я думаю все это понимают что ее легко расстреливать с таких вот орудий кораблях в сторону Манчестера съездим так и давай наверное двойной легкий танк приобрету тут я думаю большего то и не надо с большой долей вероятности какие-нибудь румыны или венгры тут захватят так ну и батл за Дихуа тут еще будет какое-то время идти так Лафранс походу снял моих прихотников финских тут я их вообще не вижу ладно ну тогда пока пусть итальянцы и прочие тут сражаются гудериан поехал заниматься великими делами а тут уже будем поближе стягиваться двигаться кстати там сейчас из Африки к нам наверное попрут хотя там итальянцы высадились но это в общем сильное заявление что там может происходить о к нам Паттон поплыл 431 хп Паттона надо будет встретить подлодками попытаться я думаю что с ним потом проблем не будет больших так ход наш снова который раунд уже 37 мы играем до 45 напоминаю так обстреливать город это конечно прелесть но надо бы нам и тут начать заниматься важными делами поплыть накострелять авианосцу который уже давно нас тут терроризирует накострелять береговому орудию тоже сочтем за честь на этот круче всего можно стянуть на юга привести бомбардировочку и вообще порадоваться вообще за все хорошее так давай тут моторист купим тройной уничтожим укрепление и купим тройную субмарину так подъедем в Лакаруньо и у нас еще в Сталинграде есть пушка болгары взяли Дамаск в общем я их и поздравляю румыны все-таки тякнули городишко теперь в Индию надо двигать либо в Тибет пусть румыны займутся Нью-Дели мы наверное в Тибет двинем так немцы взяли Дихуа я особо этому не расстроюсь факту не получится отжать у японцев тут ничего ну да ладно дрянища давай как-нибудь вот так наверное поезжай о там аэродром есть в городе о вообще вообще супер 283 денежки давай-ка потратим мы не сможем потратить на то что я хотел пока так так ладно я ищу ютюн конечно же я ищу все он мне тут походил дурацкая синхронизация айоса бесит постоянно постоянно приходится на экран поглядывать чтобы понимать видите ли вы то что происходит или нет мины нам тут построили так ну глазг бомбардировками я думаю не будем особо днимать паттона надо колбасить настоящему потому что паттон это единственный кто тут реальную угрозу сможет нам составить бриташка то уже не осталось живых всех поубивали здесь давай наверное еще один хэви дорогущий он будет стоить того я думаю как нибудь вот так заедем и купим мясо отлично длиннобойчкой в Африку заезжаем ну там легко Африку занимать никаких проблем наши братьюни не увидели мне агент да вот поезжай поближе так тут если гихуа начнут обстреливать мы будем тут как тут чтобы его оккупировать гудериан давай чуть-чуть ближе приезжай и пока тут наверное все пока никакой особенно пользы отсюда не выручим что-то построили там в Дихуа бог подъехал поближе и умер бывает это намного жизненнее чем кажется так все походили так ну что Глазг Глазг занять надо стратегиком тут побаловаться давай еще разочек и людишек при помощи протруппера все Глазг захватили так конечно же фирменный обстрел артиллерии и захват города вторым танком заедем на всякий случай чтобы не захватили бомбардировками и Паттона сейчас будем просто косить если сможем так давай камон не тупи детка по 40 хп на всякий пожарный случай корунью обстреляли стянем дальнобойку хоть не уверен что она пригодится но вдруг говорит Саня вообще черти куда уехал кто-то в Индию тут у нас проблема в том что лохосу захватывать так толком некем клинь клинь бау надо как-то еще убить тут и гудериан поезжай всех мочить эпохи захватит захватит этот прелестный городок ну ладно 587 по деньгам можно провести стратегик знаешь чего дублина ну вот и все а о совет юнион проиграл действительно эпохи его и победили хоть бы сша разбомбил этот город онлок технологи ладно придется плыть нам тогда если его не разбомбили дядюшка манергейм лохосу захватывает ему норм так вот линьбао адски дамажит заезжай сюда пожалуйста надо как-то паттана расстреливать 48 хп и давай наверное вот этот вот обстреляем танком посидим проведем а проводить стратегики лучше попозже кораблик держится кораблик держится так по поводу стратегиков сейчас мы хотя нет нет наверное там не понадобится ничего ладно давай стратегики здесь в британии проводить продолжаем обстреливать дублин так панатрупер у нас почем 180 ну ладно беру сюда двойную пехоту а-ля мясо и меняем ход 41 раунд все 166 хп дамаги чистый дублин устоять в любом случае не мог тихоньку высадку клепаю скоро обстрел городов будем устраивать так так хм тут я пока не уверен хм 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 корунья Ну, в Йорке, в принципе, всё спокойно. Гудериан, давай двигай куда-то сюда поближе. Валхасия. Беру тройной лёгкий танк. И еду дальше. Заниматься великими делами. Так, Тегауччи, я думаю, справится тут. Ну и всё. Кончай ход. Надо бы теперь что-то с этим чёртовым городом придумать. О, всё, раздербанили. Сюда, на всякий случай, пехоту лёгкую хранять. Так, всё, хорошо. Пушкой куда-нибудь сюда, пока, на юг. Бои за Александра её ведут итальянцы. Так что пока там всё тоже более-менее. Маняргейм отступает. Давай-ка я Валхасия возведу. Или потом давай. Давай-ка потом Валхасия-то возведём. Всё, а сейчас мы просто ещё один танк купим. Так, гудрянище. Выдвигайся. Всё, ход заканчиваем. Так, ну я надеюсь, что сейчас уже доиграем эти чёртовы три раунда. Что с синхроном происходит, я вообще в шоке. Такое даже когда и Open WoW 5 снимали, не было, по-моему. Слишком часто бейки с синхроном. Дай-ка я тут куплю бомбардировочки. 25. Всё. И высадку. Высадку, высадку. Давай высадку. Люди из Бриташки до Канады не долетают, так что. Тут особо больше нечего ловить. Надо всем уезжать, уплывать. Как можно скорее. Мочить крупные американские города. Так, и давай ты тоже. И ты. И авианосец наш финский флагман тоже. Так, Чун Цин. Только я вот как сделаю сейчас. Взведу дешевенький аэропорт. Зайду тут манер-геймом. Кину парадруппером. И Китай проигрывает. Отлично. Так, теперь надо тут въехать танком и ещё парадруппером. Наспамим. Отлично. Отлично. Давай, гудрянище. Тебе надо будет сейчас захватывать тут всё оперативно. Я знаю, что ты справишься. Я в тебя верю. Так, ну и всё, по-моему. Пока ход можно изменить. На восьмом левле технологии можно будет баловаться ядерками. На этот случай я и коплю вот эти всякие очки дополнительные. Которые нам так нужны. Всё. Седьмой раунд. А, и седьмой раунд. Семь командиров можно использовать. Сорок четвертый, так-то раунд. Всё. Джонни проснулся. Прорисающий Джонни. Так. Таким вот образом. Танков индусских надо пообороняться какое-то время. В Алхазе купим какую-нибудь охрану. И продолжаем двигать на юга. Так, дрянистый. Давай. Мочи их. Надеюсь, что в ближайшем времени дадут ему дважды походить хотя бы разочек. Хотя на случай это какая-то жесть будет с ним у нас. Всё, да. Денежку пока скоплю. В случае, если какая-то жесть будет с Гудерианом. Именно. Так. Давай, канадец. Не знаю, что там. Канада сто лет думала, чтобы походить. Это реально не провисло. Это так и было. Канадцы что-то зависли. В ходах своих. Вот эти вот крепления надо как-то. Мочить. Ещё одна. И поплыли дальше. Там уже немцы сражаются с американцами. Так что всё. Прелесть. Пока всё. Где моя чудо-дальнобойка? Которую я, наверное, забыл. Даже. Так. Нью-Дели. Нью-Дели надо бы. Товарищу Маннерги, ему немножко не хватает скорости. Чтобы доехать куда нужно. Ты, Алёша, не умирай давай. Тут. Мне. Иди. Встань и иди. Так. Случается то, о чём я, в принципе, догадывал. Я не догадывался, что будет. Что дядька Гудериан сейчас будет всё и вся мочить на своём пути, да? Они будут строить всё новых и новых юнитов. Так и происходит. Потихонечку. Ладно, высадку с другой стороны, если успешно проведём, то можно будет там командующего бахнуть. И норм. Меня пугает вот этот только Чуэрла. На Хэви-Танке. Хотя, если он поплывёт в сторону Японии, там всё будет элементарно решаться. Всё. На этом пока закончим тогда. Такой вот ноте. Интересной. Потихонечку-то полигонечку мы пробиваемся дальше. С вами был Дмитрий Трофов. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте лайк. Всего доброго. Увидимся в продолжении. И помните, что всё самое интересное ещё впереди. Thank you guys. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok